Я приветствую наших зрителей. Вести утро «Россия-1» продолжает вещание. Садоводческие домовладения Карачаева-Черкесии могут стать участниками программы социальной газификации. Долгожданная новость, которая найдет отклик у сотен дачников республики. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан, расположенных в границах газифицированных населенных пунктах. На домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Напомним, программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента Российской Федерации. Расширить программу и продолжить газовые сети до границ садоводческих товарищей правительству поручил глава государства по итогам послания к Федеральному собранию. Передвижная выставка «Рерихи и Кавказ» также работы молодой художницы-дизайнера и педагога Лейлы Шуковой. Сразу две выставки открылись в картинной галерее Музея-заповедника с экспозицией «Репортаж Аллы Динаевой». Выставка «Рерихи и Кавказ» – это совместная работа Санкт-Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов и Пятигорского краеведческого музея. И посвящена она 105-летию посещения Кавказских минеральных вод Николаем Рерихом летом 1913 года. Художник и мыслитель Николай Рерих впервые оказался на земле Кавказа, курортного региона Кавказских минеральных вод и его лучшего города – курорта Кисловодска. О выдающемся художнике, который является яркой фигурой русского символизма и модерна, философе, писателе, археологе и путешественнике Николай Рерихе, собравшимся, рассказал заслуженный художник Карачева-Черкесии Мухаммед Хахандуков. Он известен тем, что поехал исследовать Тибет. Там он столкнулся с этими монахами и понял, что там древнейшие знания о древних цивилизациях. Он начал это исследовать и написал несколько больших книг. Облака, единоборства, эти и другие репродукции впечатляют. Выставочный проект «Рерихи и Кавказ» состоит из пяти разделов, каждый из которых открывают информационные баннеры. Красоту мира через восприятие молодой художницы, дизайнера и педагога Лайлы Шуковой можно посмотреть во втором и третьем залах картины галереи. Они у меня в разных техниках, в разных жанрах. В основном я рисую пейзажи, и я их рисую сухой пастелью, иногда акрилом. Картина галереи – это первая выставка. До этого я проводила свою первую выставку при институте на втором курсе. Это было в библиотечном центре. А вторую выставку я провела в прошлом месяце уже тоже в Академии на первом этаже, на факультете дизайна и искусства. 47 работ Лайлы Шуковой, выполненные в разных техниках и жанрах, представлены в двух залах картинной галереи. «Я хочу поздравить молодую художницу с дебютом, с неплохим дебютом. Она занимается дизайном, она занимается живописью, графикой. Это прекрасно. Любое творчество – это прекрасно. Хочется ей пожелать всего самого доброго и дальнейших творческих успехов». Выставку «Рейрихи и Кавказ» и работы Лайлы Шуковой можно посмотреть до 2 мая. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Я с вами прощаюсь, желаю вам везения. В заключении расскажу, какая будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. Днём в отдельных районах сильный с градом. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11-16, в горах плюс 5-10, днём плюс 18-23 и местами плюс 13-18 градусов. В южной части высокая пожароопасность. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днём кратковременная дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днём плюс 19-21 градус.